Пожароопасный период объявлен с вечера понедельника. Информация о возможности ЧАЭС подтверждена гидрометеоцентром. Синоптики отмечают, введенный четвертый класс пожароопасности считается высоким, но не чрезвычайным. Тем не менее, к форс-мажору должно быть готово всё, в том числе и эвакопункты, отмечает мэр. Предусматриваются все варианты развития событий. Но задача городских служб – работать на предупреждение и не допустить возгораний. Уже 9 числа мы всё-таки ожидаем прохождение холодного фронта. Значительно понизятся температуры. Но вот с осадками, думаю, что сильных осадков не должно быть, то есть от слабых до умеренных. Тем не менее, класс пожароопасности вполне возможно снизится. То есть вот после 9 числа велика вероятность, что класс пожароопасности будет понижен значительно. Главные действия на сегодня – мониторинг, патрулирование, информирование горожан, запрет на разведение костров, ограничение доступа к местам показа и туристическим маршрутам, обильный полив зелёных насаждений и городских улиц. Как ни странно, в зоне риска сегодня находятся не предгорья, а именно центральный район курорта. Здесь пожароопасность близится к пятому классу из-за длительного отсутствия дождей. Задача главрайонного, отмечает Анатолий Пахомов, активизировать работу добровольных пожарных дружин. У меня есть такое впечатление, что они работают у вас не очень эффективно или вообще их нет, потому что мы тушим, а нам надо создать, чтобы пожарные машины не выезжали. А это значит, что группы мониторинга должны реагировать очень оперативно. Сельские округа, нацпарк, заповедник, они просто обязаны были всё это время мониторить ситуацию, постоянно должны были проводить рейдовые мероприятия. Объезды. Но ситуация, которая происходит, говорит о том, что нас этому не особо уделяют внимание. Почему? Потому что до 10 пожаров всё-таки в течение суток происходит. Это значит, что на эти пожары выезжает уже пожарный. Это значит, что те группы из добровольцев во главе с главами сельских округов, во главе с их заместителями или с теми, кто от администрации мониторит, они слабо срабатывают. Отметил мэр и необходимость своевременной уборки и вывоза мусора, в том числе сухой травы. Горожанам же и курортникам в период ЧАЭС следует отказаться от пикников и походов в лесополосу. Инга Габешия, Владимир Киселёв, Борис Осин, телекомпания ФКТ.